Торговая неделя на российском рынке была короткой, но бурной. Впрочем, заканчивается она вполне себе спокойно, но по крайней мере на текущий момент. Самые яркие события обсудим, это рынки, итоги недели. Я хочу сказать, что мы сейчас ждем буквально с минуты на минуту прямую трансляцию встречи президента Владимира Путина с руководством российского МИДа. Можем прерваться в любой момент и прерваться, посмотреть трансляцию. Но пока продолжаем. И также отмечу, что сегодня утром стало известно, что Центробанк принял решение отменить утреннюю сессию на валютном срочном рынках и на рынке драгметаллов Мосбиржи на неопределенный срок. Торги сегодня стартовали в 9.50, аукцион открытия, дальше в 10 часов основная сессия. Почему были приняты такие меры, Центробанк официально не раскрыл. Но, видимо, во избежание рисков повышенной волатильности на небольших объемах в ходе утренней сессии, сейчас мы, конечно, все пристально следим за курсом рубля. Но накануне, впрочем, утренняя сессия также не проводилась. Сегодня юань продолжает слегка слабеть к рублю, но в целом динамика почти нулевая. К текущей минуте китайская валюта торгуется около отметки 12 рублей 17 копеек, примерно около уровня вчерашнего закрытия. Напомню, что биржевые торги долларом и евро прекращены из-за санкций США в отношении Мосбиржи и ее структур. И накануне Банк России впервые установил курс рубля на основе данных вне биржевого рынка и отчетов банков. Курс на сегодняшний день, на 14 июня, таким образом, доллар 88 рублей 20 копеек, евро 94 рубля 80 копеек. Что касается российского рынка, то накануне почти вся просадка, которая случилась сразу после открытия, на фоне новостей о санкции, была под конец вечера выкуплена. И индекс Мосбиржи закрылся даже в символическом, но все-таки плюсе. К текущей минуте ключевой индикатор российского рынка снижается, но опять-таки на скромные 0,2% торгуется в районе 3 160 пунктов. При этом растут акции Газпрома и Новотека, причем Новотек в моменте прибавлял больше 1%, хотя вчера тоже по компании была просадка, поскольку санкции Минфина США касались и проектов Новотека, будущих проектов и плюс тех танкеров, которые строятся для Арктик СПГ-2 на судоверфи «Звезда». Также в лидерах роста сегодня Аэрофлот, акции авиаперевозчика растут, видимо, вместе с ценами на билеты, бумаги превысили отметку в 60 рублей впервые с февраля 2022 года. В лидерах падения сегодня Мосбиржа, она теряет в моменте почти 5%, конечно же, после приостановки биржевых торгов валютами, теряя часть комиссионных доходов, хотя по оценке экспертов не такую же большую часть, порядка 10-11%. Ну и также отмечу негативную динамику в бумагах Селегдара, компания также попала в американский SDN-лист. Но подробнее все самые яркие события этой недели обсудим. И с нами на связи Тимур Нигматуллин, инвестиционный консультант финансовой группы «Финам». Тимур, приветствую вас. Доброе утро. Первый вопрос, наверное, касается валютного курса, валютных торгов. Что происходит с юанем? Накануне мы видели, что даже китайская валюта опустилась в моменте ниже 12 рублей впервые за последний год. Сегодня тоже наблюдаем небольшое такое укрепление рубля к юаню. Слышал разные версии. Кто-то говорит, что продают в панике юаня, чтобы, опасаясь дальнейших каких-то ограничений. Кто-то говорит, что просто нужны деньги для проведения операции. Вы как считаете? Если мы измеряем не в юанях, а в привычных долларах, то сейчас курс за доллар примерно 89 рублей. Соответственно, это можно определить на основании фьючерса, на валютную пару доллар-рубль. Ну и юань, как основная валютная пара, также примерно в том же направлении торгуется. То есть рубль немного ослабляется к основным валютам. По поводу причин, я не думаю, что они какие-то специфические. Это обычный баланс спроса и предложения. То есть все какие-то острые фазы волатильности, переходного периода, я думаю, были вчера, по большей части, реализованы. По крайней мере, судя по объему торгов, ничего необычного в текущей сессии нет. Тимур, вы как считаете, среднесрочной перспективе на горизонте года, скажем так, введенные санкции при остановке торгов валютных на Мосбирже как-то на курс рубля к основным валютам повлияет или нет? Если мы говорим о том, что рубль будет по-прежнему свободно конвертируемым, то вряд ли повлияет. То есть наличие механизма торгов, биржевой или не биржевой, ну, а приори, не может влиять на курс. А от чего зависит свободная конвертация рубля? Вы сказали, если он будет свободно конвертируемым, то есть вы держите в уме какой-то другой сценарий? Нет, просто если мы с вами обсуждаем исключительно вот это событие, биржевые торги приостановлены, и теперь основной объем идет на небиржевых торгах. И не обсуждаем какие-то новые факторы, то, соответственно, никакого влияния быть не должно. Хорошо, то есть вы, если что, не пересматривали свой какой-то прогноз по основным валютам, оставили его, несмотря на введенные санкции на прежнем уровне, правильно понимаю? Да, все верно. Здесь нет никакого механизма, кроме какого-то спекулятивного, который по большей части вчера был отыгран. Хорошо, на этой неделе были введены санкции со стороны Минфина не только на Мосбиржу и структуры, но и на ряд российских публичных компаний, торгуемых на Мосбирже. На ваш взгляд, на кого из этих компаний, из этих компаний, там, Новотек, я уже прочитала, Селикдар, Русолова, можно вспомнить, а наибольшее негативное влияние эти санкции оказывают? Ну, смотрите, здесь невозможно ни просчитать, ни оценить полноценно, потому что мы не знаем, как компании готовились. Но поскольку российский рынок акций, в том числе, все еще достаточно эффективен, то есть котировки акций отражают достаточно репрезентативно какой-то ущерб, какие-то события вокруг компании, мы можем это влияние оценить и посмотреть. Вот, в частности, Новотек сильно дешевел, Московская биржа сильно дешевела, вот, там, в пределах единиц процентов, по всей видимости, это влияние и ограничивается. Угу. Тоже по Новотеку видела, что уже некоторые аналитики, инвестдома переставляют таргеты по Новотеку вниз. Вот сегодня видела оценку аналитиков ПСБ, они считают, что цена бумаг Новотека может опуститься до 800 рублей, сейчас, по-моему, около 1000-1050, да, торгуется. Вы поддерживаете такой негативный прогноз? Ну, честно говоря, затрудняюсь поддержать подобные расчеты. Как можно в таких обстоятельствах, не имея всей полноты информации, делать такие смелые расчеты? Тут диапазон очень большой. Вот. Я думаю, что все риски в котировках Новотека, вот, конкретно этой компании, учтены более чем. То есть все остальное – это какие-то экстраординарные сценарии, которые, ну, выглядят спекулятивно. Хорошо. По поводу Селегдара. Накануне после старта торгов, ну, понятное дело, что на какой-то общей такой панике и нервозности бумаги Селегдара в моменте теряли больше 30%. Что это было? Откуда такой был вообще явно негатив в бумагах? Или это какой-то сбой, я не знаю, что такое временное движение? Ну, Селегдар – это относительно небольшая компания, неликвидная. Вообще нет ничего удивительного. На московской бирже все, что не входит в индекс МВВ-10, ну, 10 самых ликвидных акций, могут легко на подобных новостях, как говорится, сходить вниз на 10-15%. Даже, вон, привилегированные акции Сбербанка уже, соответственно, могут так двигаться. То есть для акций третьего эшелона здесь ничего необычного. Но в случае с Селегдаром, я думаю, что злую шутку опять сыграло и, может быть, продолжит негативно влиять. Его необъяснимая любовь к золотым облигациям. То есть он выпускал золотые облигации, захарджировался, и по ним нужно платить. Соответственно, если основной бизнес будет под давлением, цены на золото тоже выросли. Соответственно, нужно возвращать тело долго, рано или поздно. То есть это очень большой риск из-за специфического подхода компании к заимствованиям и хаджированиям. Хорошо, Тимур, вот это мы обсудили те компании, которые напрямую пострадали от введенных санкций. Не раз видела, читала различные обзоры, не раз видела такое мнение, что от этих введенных санкций Минфина США есть и выигравшие, якобы ими являются банки. Вот уже заговорили про Сбер. Потому что они в том числе будут иметь возможность из-за окончания биржевых торгов валютами зарабатывать на широких спредах продажи валюты населению. Вообще, как вам кажется, насколько это действительно для них вообще, ну не только населению, вообще всем, насколько для них это действительно будет весомый фактор роста выручки? Да, я вчера даже посчитал, в частности по Сбербанку, какой эффект окажет именно смещение торгов на внебиржевой рынок. Вот где-то в диапазоне от полупроцента до процента от чистой прибыли. Ну, как говорится, неплохо, но и несущественно. Хорошо, про санкции мы с вами обсудили, мне кажется, все основные темы. Хотела буквально, мне кажется, еще обратить внимание на динамику в бумагах Аэрофлота, отходя от санкционной тематики. Взял уровень в 60 рублей бумага компании. Что там происходит? Дорожает билетство и растет Аэрофлот? Ну, в целом, да, компания лучше себя чувствует. Но, смотрите, здесь ключевая проблема вообще всех подобных бизнесов – это тонкая маржа. Вот загрузка крейсел сейчас, не знаю, сколько, 90%. Если будет 85%, то вся прибыль обнулится, и он опять сильно подешевеет. То есть какие-то несущественные изменения очень сильно влияют на финансовый результат. Не знаю, отменят демпфер или ухудшат демпфер по топливу. И, соответственно, опять эти позитивные финансовые результаты ухудшатся. То есть вот то, что мы сейчас наблюдаем, это типичное поведение акции авиакомпании, и не только в России, и в США, и в других странах. Нефть подорожала, компании сильно подешевели. Нефть подешевела, компания... Так, Тимур, слышите ли вы нас? Да. Да, Тимур на самом интересном месте рассказа про аэрофлот. Пока прервался. Итак, что касается аэрофлота, то у нас сегодня бумаги авиакомпании подорожали до 60 рублей за одну бумагу. Это произошло впервые с 2022 года. Также капитализация всего аэрофлота вышла на максимальные значения. Также стоит отметить, что сегодня у нас Сбербанк из голубых фишек снижается на 0,1%, а акции «Газпрома» и «Новотека», наоборот, растут примерно на 1%. Тимур, мне говорят, что вы снова готовы с нами обсудить происходящее на российском рынке. Тут вы? Да, извиняюсь. Да, мы продолжаем. У меня остался буквально последний вопрос, и все гадают тоже, и до этого гадали. Если коррекция на российском рынке завершена, близится к завершению, или еще мы увидим значение по индексу Мосбиржи ниже 3000 пунктов. Ваше мнение какое? Моя теория, что бюджетный стимул мощнее, сильнее, если хотите, чем высокая ставка ЦБ. Поэтому пока бюджетный стимул, простыми словами, большие государственные расходы, высокие государственные расходы, сохраняются, ставка и другие негативные события, но санкционной риторикой не смогут сильно давить на индекс, но чтобы он, условно, на 20% скорректировался. То есть этого недостаточно. Ну, смотрите, Тимур, на буквально недавнем заседании у нас ставка осталась на прежнем уровне, но прогнозы на следующее заседание уже идут довольно жесткие. Уже не раз слышала оценки о том, что ставка может быть повышена то на 150, то сразу на 200 базисных пунктов, если это произойдет. А все равно, на ваш взгляд, не окажет давление дальнейшего на российский рынок? Ну, как я уже сказал, вопрос к бюджетному стимулу. Если он не будет сокращаться, то какая разница, ставка 16 или 18? Это, по сути, различие небольшое, 1 или 2% пункта. Это уже косметические такие моменты. Цикл повышения ставки уже близок к завершению. Наверное, этот тезис важный. И второй тезис, пока бюджетный стимул не сокращен существенно, вот эта коррекция, которую мы обсуждаем, ей будет очень сложно происходить, потому что есть приток денег, пробирующих повышенный спрос экономики. Спасибо большое, Тимур. Поняла вашу точку зрения. Интересно. С нами на связи был Тимур Нигматуллин, инвестиционный консультант финансовой группы «Финам». Обсуждали мы самые яркие события этой короткой, четырехдневной торговой недели на российском рынке. Неделя была короткой, но бурной. Субтитры создавал DimaTorzok